Окружной киномарафон документального и игрового кино «Кинолетопись НАУ» в рамках Года кино стартовал в Наринмаре. У нашего округа богатая киноистория, лидерство по посещаемости киносеансов в селах, многочисленные награды на российских и международных конкурсах за создание документальных фильмов и богатая событиями история Тыковылки, первого ниницкого художника, картографа, полярного исследователя, участника Второй мировой войны, председателя Островного совета Новой Земли, навсегда запечатлевшая на кинопленке Мосфильма. Открытие киномарафона состоялось в кинозале Дворца культуры Арктика. На творческую встречу пришли бывшие директора, сотрудники кинотеатров «Дружба» и «Арктика». Среди них киномеханик первой категории Галина Чуклина. А у нас в «Дружбу» сколько народу ходило? А лишнего билетика нет у вас? А лишнего билетика нету? Спрашивали. Это потом, конечно, был спад в 90-е годы, и то мы выстояли. Мы же не развалились, кинотеатр не ушел куда-то. Мы сохранили оба кинотеатра, что «Дружбу», что «Арктику». Любили очень индийские фильмы. Вот на индийские фильмы люди всегда ходили. И наши советские фильмы тоже очень люди любили. А какие имена? Ой, я даже не могу вот сейчас быстренько вспомнить. Любовь и голубь. Ох, ой, это было вообще что-то невозможное. Я решила один раз посмотреть, спуститься в зал, потому что в аппаратной все равно это шум, это пока работаешь, бегаешь с аппарата к аппарату, перематываешь некогда. Ну, я пойду посмотрю. Я половину фильма, я не слышала звука. Там стоял такой хохот. Но иногда зрителям было не до смеха, особенно неискушенным. Для кочующих оленеводов кинопередвижки в 50-60-е годы стали настоящим чудом света. Однажды, показывая в чуме звуковой фильм «Чапаев», впервые увидев на экране наступающую конницу, оленеводы так испугались, что выбежали на улицу и невскоре вернулись досматривать фильм. Говорят, что оленеводов долгое время потом собирали по тундре. Этим и другими интересными фактами поделился еще один гость, пришедший на кинолетопись, Сергей Никулин. В 1994 году возглавил Объединенную дирекцию кинотеатров и киноустановок. Куда входили кинотеатр «Арктика», кинотеатр «Дружба», киноустановка в клубе лесозавода, киноустановка в клубе совхоза на Сахалине. Дальше у нас киноустановка в Доме культуры была, была киноустановка с зоотехниками в первой школе. Из малого кинозала мы сделали видеозал и с новой японской аппаратурой. Тогда это, конечно, был фурор для Наринмара. Очень интересный факт, что когда 10 лет назад отмечали 75 лет, в 2006 году посещаемость киноустановок в селах Ниньцкого округа на душу населения занимала одно из первых мест в России. К этому лидерству округ шел начиная с 30-х годов. 70-е и 80-е годы прошлого столетия были наивысшим подъемом по работе со зрителями вокруг кино. Период бурного развития геолого-разведочных работ на территории округа. Для организации достойного отдыха геологов и буровиков, для работы кинопередвижек в буровых брикадах, на стационарных широкоэкранных киноустановках, на Харяге, Варандее, Вангурее. Профессии киномехаников обучаются сами мастера и их помощники. Повсеместно организовывались кинопанорамы новых фильмов, кинолекторий и клубы любителей кино. В центральных кинотеатрах особой популярностью пользовались в дни школьных каникул кинофестивалей «Сказка». Особо отмечалась работа детских кинотеатров, где школьники имели возможность не только знакомиться с искусством кино, но и получать технические навыки и удостоверения юных кинодемонстрантов. Обучала детскому киноремеслу и Прасковья Варанчихина. Потом я работала в школе-интернат, там на этой аппаратуре тоже ребята работали. А он со звуком, да? Со звуком, обязательно со звуком. Здесь только лампочки нет звуковой, она у меня дома есть, я принесу ее в музей, отдам. А здесь что, бобина, да, стояла? Здесь бобина, здесь наматывающая, здесь уже наматывающая, здесь положим большую бобину, а эта наматывает уже на этот самый. А тяжело управлять таким аппаратом? Нет, оно что, включишь, да и все. Вот, двигатель и проекция. А были какие-нибудь, знаете, серьезные поломки? Обязательно, обязательно были, должны быть и были. А как устраняются, например? Очень просто, здесь, значит, надо зарядить правильно. Зарядить и эксплуатировать правильно обучали и в Наринмарском ГПТУ номер 24. География первых выпускников киномехаников получилась весьма обширной. Освоив специальность, они отправлялись на работу на киноустановки Ниньского округа и Архангельской области. В Мизень, Лишуконское, Шенкурс, Вилядь, Коряжму, Котлас, Няндаму, Вельск, Яренск. Всего за время работы отделение ПТУ подготовило более 500 профессиональных кинопрокатчиков. Кстати, среди любимых фильмов, которые показывали наши и другие российские кинопрокатчики, был и советский фильм режиссера Аркадия Кордона «Великий самоед», снятый на киностудии «Мосфильм» в 81-м году. В основу фильма положена биография ниньского художника, сказителя и общественного деятеля «Тыковылки». На севере красок много, а получается одна. Холодная. Ты охру кладешь? Где ты ее видишь? Это брат фантазии. Александр Алексеевич, медведь. Когда идет какой? Белый. Съемки фильма проходили на родине «Тыковылки» – Новой Земле. В советское время «Новая Земля» была закрытой зоной. Но Аркадию Кордону удалось заручиться поддержкой начальника главного штаба ВМФ СССР адмирала флота Сергеева и получить разрешение на съемки. Сам адмирал Сергеев, много лет прослуживший на этих островах и прекрасно знавший «Тыковылку», стал главным консультантом фильма. Среди лучших фильмов, показанных на кинолетописи, был и фильм нашей телерадиокомпании «Тюнтово», что в переводе – «Ненецкая свадьба», созданный режиссером Марией Кравченко. В 2015 году «Тюнтово» стал обладателем Гран-при на Всероссийском фестивале. Чтобы такие золотые фильмы об округе и выдающихся людях были в одной коллекции, организаторы конкурса «Этнокультурный центр» с помощью киномарафона надеются создать единый фонд. Акция, в рамках которой пройдет сбор документальных и игровых фильмов, находящихся в личных архивах и архивах телерадиокомпании, уже объявлена. Субтитры создавал DimaTorzok